Ультразвуки, дельфины и белухи издают в диапазоне от 2 до 100 тысяч герц. Именно такие волны, считают врачи, способны активировать функции клеток головного мозга у детей, страдающих синдромом Дауна или аутизмом. И не только пение морских животных приносит ощутимую пользу солнечным детям. Положительные эмоции во время такого шоу можно назвать видом реабилитации. Дети становятся внимательными и мотивированы к общению. Одна из белух тоже носит имя Гоша. Мы с очень большим воодушевлением смотрели на все это выступление. Настоящий карнавал. Гоша не может усидеть на месте, рвется в этот бассейн, чтобы и фотографироваться, и гладить их. На дельфинах эмоциональная терапия не закончилась. Общение с животными продолжилось в зоопарке Рио. Здесь живут более 50 экзотических животных. Со многими представителями фауны ребята смогли познакомиться поближе, погладить их, покормить и сделать фотографии. Это тоже своеобразная зоотерапия. «Я хочу сказать огромное спасибо зоопарку Рио за предоставленную возможность побывать нашим детям в зоопарке. Дети с огромным удовольствием покормили животных, погладили животных. А ведь контакт им очень необходим для дальнейшего развития». Подарки в этот день преподнесли и руководители других объектов в парке Ривьера. Для детей и взрослых были организованы экскурсии в конный театр и селфи-музей «Дом великана». Приятным завершением стал сладкий стол, организованный кафе «Твоя столовая».